Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в этом совершенно замечательном зале, в совершенно потрясающей выставке. Сегодня для меня лично особый вечер, я думаю, что особый вечер для многих из вас. Он состоялся, я невыразимо признателен, что я нашел понимание, моя идея, этого вечера проведения нашла понимание и поддержку УАРС Стелляр Фондейшн в лице Терри Венимина Дани Волошина, который здесь присутствует, потому что этот вечер для меня, один из важнейших, может быть, в этом сезоне, это здесь глубоко личное. Я в прошлом году ушел, в начале зимы, в самых первых числах декабря, ушел мой старинный друг, с которым я дружил по молодости лет, начиная со середины 90-х годов, Владимир Петрович Губал. Для меня это непословимая такая потеря, в общем, и я с несколькими из присутствующих этих людей был на отпевании, на похоронах, в поминальном обеде, вот, и мне представлялось очень важным провести вечер его памяти, и чтобы мы послушали его музыку, поскольку последние годы музыка его звучала довольно редко, тому есть целый ряд причин и обстоятельств, о которых мы, может быть, во второй части поговорим подробнее, вот, но дело в том, что еще тут как бы сошлось сразу несколько еще моментов, которые, то есть такое ощущение, что как бы это даже не отменяясь какие-то идеи, потому что выставка моего друга, Александра Животкова, гениальная, я считаю, потом, когда это выставка облилась, Животков мне бросил передачу о губе, а не о губе передачу, а передачу о династии Животкова, об отце Александра и его браке. У меня как-то это все связалось просто совершенно каким-то невероятным образом, и я понял, что это как раз то наилучшее место в этом городе, в этой стране, которым возможно провести этот вечер. И совершенно потрясающе, считаю, портрет уже покойного ныне киевского фотографа Виктора Марущенко 80-го года, где Володя еще молодой человек, в принципе, находится за этими стенами. Да, то есть как-то это все сразу у меня сошлось в одну. И я решил, что мы обязательно проведем этот вечер, если все эти эпидемиологические обстоятельства нам позволят. И вот мы здесь. Вот. Значит, программа моя, которую я, относительно программы, значит, будут исполнены ряд композиций губы, причем я выбрал произведение эллигического жанра, губа, кто был ряд шедевров, я считаю, украинской музыки, которые мы сегодня послушаем. Даже в каком-то смысле это ретро такая музыка. Мы же знаем, что Владимир очень много работал в кино, и там ему приходилось писать музыку более доступную, чем его симфоническое творчество, камерное. Вот. И что символично, что открывается программа концерта пьесой «Осенью», а заканчивается она «Осенней музыкой», что имеет поэтические отражения. Но «Осенняя музыка» заканчивается аллюзией на похоронный марш Шопена. То есть, в принципе, здесь именно вот то, что наилучшим образом подходит для мемориального и ведического жанра. Помимо этого, программа будет идти точно так же, как у вас указано. Помимо этого, прозвучит пять концертных пьес «Рамон», «Губа боготворил Рамон». Мы очень много и часто разговаривали. Он мне постоянно рассказывал, что он смотрит оперы «Рамон» по каналу «Мэнс». Мы очень долго восторгались оба, потому что я тоже обожаю «Рамон». Вот, я решил этот цикл «Рамон» звучит, практически у нас звучит. И будет исполнена еще музыка двух композиторов, друзей юности и по жизни друзей Владимира Петровича. Один из них присутствует в этом зале, и он поделится с нами, с нами, с нами. Это Игорь Алексеевич Годзянский, который я поделил. АПЛОДИСМЕНТЫ А второй из них есть и север, который ведь мог прийти сегодня, но произведение, которого я также исполнил. Причем это посвящение Владимиру Губе. Своего рода портреты Губы. Только с той разницей, что Сильвестров подчерпнул лирический облик губы человека, композитора, и несколько наивный, что ли, что так оно было. А в Италии пьеса называется «Эксцентр», в первой редакции называлась «Строптим», те характерные черты, которыми губа также обладал, и написана довольно в сложной технике, она будет немножко контрастировать всему, но в целом, в целом эта программа очень цельная, она как бы сложилась, и она где-то звучание около часа меньше, наверное. А после этого мы поговорим, предадимся воспоминаниям, кто-то почитает стихи и так далее, и тому подобное. Сильвестров 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Sимон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 «Sимон» «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Субтитры подогали Субтитры подогали Субтитры подогали Субтитры подогали «Симон» Субтитры подогали Субтитры подогали Субтитры подогали Субтитры подогали Субтитры подогнали Симон 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 Значит, Сильвестров посвятил Губе детскую музыку номер два, часть месяц, которую он писал еще в 1959 году, еще будучи в консерватории, да, или еще дальше было в консерватории, если ты там помнишь. Вот. И в 73-м году, когда он начал делать, поменял свой стиль перед Ярта Вангардного, ну, такому постпандернистскому, вот, новая эстетика, замечательный цикл фортепианных, тихие песни были, и цикл замечательных фортепианных миниатюр, старинная музыка, первая детская музыка. Ну, первая детская музыка и старинная музыка были написаны в 73-м году, а этот второй цикл, он не менее замечательный, он переработал, как бы, спустя, получается, больше 10 лет. Вот. И Владимир мне такой, так рассказывал, так недовольно пофыркивая, что, ну, тоже, значит, посвятил мне какую-то детскую музыку, хотя это тончайшая вещь, замечательная, совершенно высокопоэтическая, и так далее. Вот. Но я говорю, Владимир Петрович, ну, все-таки цикл замечательный. А главное, что Куба в поздние годы сам написал огромный сборник детских пес, которые он мне подарил, вот. И есть много перепитчиков. Но Куба, в свою очередь, посвятил где-то в 80-м году, я не помню, такую очень ритуозную въезду Сильвестрову Кокату «Русские изразцы», весьма трудную для исполнения. Потому что Сильвестров мне сказал, что тоже русские изразцы, я что, печеник, что ли? Вот. То есть отношения, как бы, были весьма, в смысле, юмористические, такие, с подъемкой, то есть абсолютно молодецкие, да? То есть люди были, в общем, в принципе, находились в полном интеграуме, вот. И сочиняли, показывали, делились между собой, показывали новые сочинения. Я думаю, что об этом нам расскажет Виталий и так далее. И вот я исполню из этого цифра четыре пьесы небольшие, такие крошечные миниатюры, но которые, по какому-то смысле, очень, очень, во многом привлекаются с Бубой. КОНЕЦ 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 Играет музыка 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 Играет музыка